Старая Покровка. Хутор в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Высокинского сельского поселения. Улицы. Березовая, Луговая, Мира, Песчаная, Приозерная, Степная, Центральная, Переулок Мира, Переулок Степной. Основано в XVI веке. Первое название – Прогорелая. Потом, после постройки церкви – Покрова. Старая Покровка. Старая Покровка получила название после основания новой Покровки в городе Лиске. Село Старая Покровка считается одним из старейших в районе. Первые жители появились на здешних придонских склонах около четырех столетий назад. Были они великоросами из подмосковных и рязанских земель. Деревянная Покровская церковь существовала уже в XVII столетии. В XIX веке в 1868 году на взгорке выше села была построена кирпичная церковь в русско-византийском стиле. О духовенстве Старой Покровки нам известно немного. Согласно прибавлению к Воронежской епархиальным ведомостям, в 1823 году Воронежскую духовную семинарию по первому разряду окончил сын диакона села Старопокровского Михаил Петрович Турбин. В 1831 году семинарию окончил сын сельского дичка Филиппа Казмина Афанасий. В 1835 году другой сын упомянутого церковного служителя Симеон. В 1878 году село попало на страницы официального издания Святейшего Синода. Камилавке был удостоен священник слободы Старопокровской Константин Долгополов. В конце столетия настоятелем храма в Старой Покровке был Павел Альбинский. В 1894 году по 1898 годы он при содействии епархиального Митрофановско-Тихоновского братства ввел в приходе внебогослужебные собеседования, способствовавшие ознакомлению крестьян с основами православного вероучения, библейской и русской истории и географии. В сентябре 1897 года Старую Покровку посетил с инспекцией архиепископ Воронежский Анастасий. Он остался доволен отцом Павлом. В отчете о поездке по епархии владыка причислил Павла к тем представителям духовенства, которые способны отвечать и отвечают своему высокому призванию, своей ревностной, энергичной, разумной деятельностью на пользу духовного просвещения и спасения своих людей. Правда, в том же отчете сам сельский храм был охарактеризован как маловместительный для увеличившегося населения. В 1898 году крестьянин Федор Спиридонов при работах на Меловой горе на правом берегу реки Дон у Старого Дубового пня нашел клад русских монет, серебряных монет 17 века весом в 1 фунт 49 золотников и одной медной монеты. Серебряные монеты чеканены в правлении Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и Петра I. Все монеты возвращены находчику. Согласно справочной книге для воронежского духовенства, притчер сельской церкви в 1899 году состоял из следующих лиц священник Павел Альбинский, диакон Николай Троицкий, псаломщик Николай Новиков. В 1901 году в Старой Покровке существовало земское училище. Земский начальник М.В. Стрижевский немало потрудился на пользу народного образования. Под его руководством построены новые здания сельских училищ, сел Новопокровское, ныне город Лиски, Старопокровское, Среднекорицкое, Верхнекорицкое. А после революционных временах хорошо говорит заметка в газете. Лискинские известия от 16 мая 2009 года. Однажды в Старую Покровку нагрянул отряд красноармейцев. И в этот же день моей бабушке Марфе Ивановне Ивановой будто Господь подсказал «сходи в сельскую лавку». Она и пошла. Когда проходила мимо церкви, увидела там солдат, заглянула внутрь и ужаснулась. Солдатня устроила в храме бесчинство, громя все налево и направо. Один из них поднял над головой, а потом бросил на пол красивый керамический алтарный крест. Тот, однако, не разбился. Тогда за дело взялся его товарищ, но уничтожить вещь не успел. Марфа Ивановна заслонила крест с собой. Впоследствии реликвия была передана нашему благочинному отцу Василию. 1921-1922 годы были самыми тяжелыми годами жизни. В это время был сильный голод. Земли было засеяно мало, так как после мировой войны во многих хозяйствах отсутствовал рабочий скот и семена. А главное в эти годы было засуха и неурожай. Люди в пищу стали употреблять желуди, лебеду, деревянные опилки, конину. Некоторые главным образом дети и подростки в летнее время вылавливали сусликов и ели их. В отдельных семьях дети и взрослые пухли с голода, а многие умирали. Многие взрослые и подростки уезжали на Кубань для заработков или возили свое барахло, обувь для обмена на продукты. На Кубань ездили на товарных поездах, на открытых тормозных площадках, крышах вагонов, на буферах и сцеплениях. Поезда ходили медленно. Вот почему поездка до Ростова и обратно занимала около месяца. Часто были случаи попадания людей под поезда или замерзания в пути. К общему несчастью в это время свирепствовал ТИФ, а медицинскую помощь оказывать было некому. В эти трудные годы, когда еще не окрепла государственная власть, появилось много людей, которые занимались мародерством и грабежом. Они встречали поезда и отбирали хлеб у проезжающих людей. Часто бандиты ночью выводили коров из сараев или забирались в хаты и забирали вещи. Бандитизмом занимались несколько жителей из села Старая Покровка. Вместе с ними был один житель из Высокого по прозвищу Микита Прохоркин. Дело дошло до того, что они днем поехали в село Дракена на пасеку, взяли там улей с медом, но были схвачены жителями, а над ними устроили самосуд. После этого бандитизм почти прекратился. Многие в селе знали, кто занимается бандитизмом, но боялись об этом говорить. В летнее время, во время засухи, в хутор Высокий привозили из села Старая Покровка попа. И жители с попом и иконами шли в поле с молебном просить Бога, чтобы Бог послал дождь. После возвращения с поля на площади устраивали обед, продукты люди приносили из дому, и для этой цели инициаторы богослужения собирали продукты с населения заранее. После обеда устраивали обливания водой друг на друга, особенно в этой забавной игре участвовала молодежь и дети. Шел 1950 год. В этом году в жизни колхозников произошли большие изменения. Было решено произвести укрепление колхозов путем объединения мелких колхозов в один крупный. 16 июля 1950 года состоялось общее собрание колхозников из пяти колхозов – Высокого, Молотого, Шевченко, Искра и Путь Ленина, входящие в два совета – Высокинского и Старопокровского. На собрании присутствовал 681 колхозник. Было решено объединить все пять колхозов в один колхоз. Высокинское село Высокое, Молотов хутор Степной, Шевченко хутор Шевченко, Искра село Старая Покровка и Буть Ленина. С 1960-х по 1970-е годы были построены здания восьмилетней школы, школьного интерната, колхозные мастерские. В 1960-е по 1970-е годы в хуторе Высоком были построены здания восьмилетней школы, школьного интерната, колхозные мастерские, гараж для автомашин, здания подправления колхоза, здания для зернохранилища, коровники, свинарники, здания для работников животноводческих ферм. Все здания строились добротными из кирпича. Для строительства частично использовали очень добротный кирпич из бывшей церкви. В селе Старая Покровка стояла красивая церковь, жители в верхней части села переселились, кто в село Высокое, а главным образом в город Лиске. Церковь осталась одна на пустынном месте. Маячила она словно прекрасный памятник бывшему старинному русскому селу. В 1962 году церковь взорвали, и кирпич пошел на строительство колхозных помещений, главным образом на фундаменты. Около Большого оврага есть еще кирпичи, обломки черепиц, красная и синяя штукатурка. Село же после взрыва церкви стало стремительно вымирать. Сейчас это дачная местность. В 2011 году здесь был проведен газ. Также родом отсюда был Виктор Яковлевич Дмитриев, передовик производства осмотрщик вагонов железнодорожного депо города Георгию Дэш. Это герой социалистического труда 1986 года, почетный гражданин города Лиски и Лискинского района. За выдающееся достижение в трудовой деятельности и перевыполнение плана 11-й пятилетки был удостоен в 1986 году звания Героя социалистического труда. Продолжение следует...